всем здравствуйте и сегодня хочу вам предложить небольшой эксперимент эксперимент у нас будет с розами всем дарили цветы и каждый раз жалко выкидывать очень красивые букеты роз они увядают и мы их выбрасываем у меня недавно у дочери был день рождения друзья и подарили красивые розы в конце я вставлю картинку какая роза примерно эта роза как выглядит это не конкретно эти розы и так посмотрела в интернете много роликов толком так ничего и нет ну мы сегодня сделаем с вами следующее я решила три вида посадки сделать первую посадку просто в воде укоренять будем у этих черенков уже вот подарены они неделю назад были я буквально два дня назад срезала бутоны и черенки нарезала у этих череночков уже можно увидеть что есть небольшие такие как побеги на каждом на каких не было я не стала оставлять на каких остались я вот смотрите вот здесь прям уже вот такие хорошие корней никакого даже намека а листики срезала какие сами отпали какие срезала а над листом вот такие почки развиваются оставлю несколько черенков в воде вот так укореняться 4 череночка посадим с вами специально взяла прозрачный горшок с дырочками будет у меня вот такая посадка на низ дренаж сделаем посадим четыре черенка и я их в итоге накрою баночкой и не буду трогать не открывать будем наблюдать как будет развиваться еще один вариант я посажу стеклянную банку тоже на низ посыплю дренаж посажу закрою крышкой и не буду открывать и посмотрим из трех вариантов какой вариант будет более рабочий итак приступим эти я уберу стороночку вот так дренаж на пошли с ней дренаж какой я в баночку сделаю можно даже прям повыше дренаж сделать чтобы какая влага если будет скапливаться внизу чтобы не сильно влажно не было чтобы не загнило а то еще возможно корни не успеют развиться начнет гнить посмотрим что будет с такой посадкой ну думаю вот так достаточно сюда насыпем тоже сюда много не надо вот так вот достаточно чтобы дно закрылось так земля у меня совершенно сухая не подготавливала и и никак не опрыскивала так там видно насыпем земли земля тут у меня я не покупала как от цветов оставалась земля какая-то там садовая земля я смешала все вместе там немножко керамзита попадается немножко песок попадается полный насыпать не воду наверно чтобы баночка встала прям вот там так внизу в этот насыпали так хватит не знаю конечно как приживется но увидим что будет потому что способов я посмотрела очень много садят допустим даже в картошку у картошки глазки обрезают как-то втыкают там дырочку делают втыкают я решила сделать вот такие три варианта посмотрим что из этого выйдет вот так достаточно до верху тоже не буду потому что я считаю вот посажу надо чтобы крышечку закрыть и черенки у меня были где-то вот на этом уровне вот так вот аккуратненько такая чтобы вот нижняя почка у меня то видно ее старайтесь прям аккуратно максимально чтобы если почка вот есть внизу чтобы ее не повредить что там почечки внизу есть чтобы их не повредить нам аккуратно вот этот самый коротенький все я посадила теперь эти четыре эти под баночкой будут мне надо угадать чтобы так вот тут череночек росточек торчал чтобы можно поглубже вот это вот так баночкой думаю накроется до все принесу водички польем немножко я поторопилась забыла про корневин вот здесь у меня смешан корневин и угольные таблетки я измельчала там на глаз прям можно вот допустим вот такая вот столовая ложка корневина получается и буквально ну таблетки две три растолочь смешать я такую смесь сделала так так как я забыла сделаем так воду макнула и чуть-чуть в корневин вот так чтобы корни образовалась много не надо прям вот немножко и туда воду макнули вот так и в корневинчик так все так сделаю все так сделаю думала еще про корневины забыла ну не страшно сразу потому что вспомнила ничего страшного главное не повредить вот то что там есть росточки так вот прям на этот мне даже самое интересно что получится в итоге земля конечно не очень вот это у меня ну посмотрим это вот можно сказать прям самая обычная земля и никакой тут каких-то специальных удобрений или чего-то все корневин убираю и нам теперь надо пролить это водичкой у меня земля сухая поэтому я полью прям хорошо если земля влажная просто немного полить и все вот в банке надо как-то прям аккуратненько я вот сама даже не знаю сколько здесь надо ну посмотрим как будет она до того сухая что даже уходить не хочет конечно лучше купить допустим торфяной какой-то земли рыхлой торфяной земли перлит добавить чтобы была рыхлая тогда лучше будет чем вот так ну я попробую так посмотрим что будет вот в такой земле в самой прям вот что ни на есть обыкновенной которая наверное ну кто цветами занимается у всех она дома эта земля есть осталось от предыдущих посадок так все закрываю крышка подошла у меня чуть-чуть вот этот углубить надо вот так получилось вот такая посадка у меня будет открывать не буду потом уже вот откроем посмотрим что будет тут вода вышла в поддон пускай она там остается пока потом что у меня там останется я солью закрою баночкой прям придавлю хорошенечко чтобы там не сильно доступа кислорода не было через землю все равно доступ будет вот такая вот экспериментальная у нас посадка и будем наблюдать что у нас будет происходить не знаю как получится но будем наблюдать заходите смотрите ролики потом будет продолжение обязательно не будет такого что я сняла вот этот ролик и люди не знают что произошло дальше будет кому понравилось подписывайтесь заходите смотрите продолжение обязательно будет да и другие ролики смотрите всех жду на своем канале как всегда надолго прощаться не будем до скорых встреч всем до свидания не знаю но не знаю это не знаю а мы не знаю как